Майский день к холодам не готов. Сложная ситуация, в которой оказался Ивановский приют для бездомных животных, вот уже несколько недель находится под пристальным вниманием городских жителей. Главная проблема – нехватка продовольствия. В течение долгого времени приют снабжал продуктами крупный гипермаркет, но пару недель назад поставки провизии прекратились. Наша съемочная группа навестила майский день, чтобы узнать, как обстоят дела на данный момент. На уровне руководства нашего города ведется вопрос о поиске новых альтернатив по поводу пастельщиков питания для питомцев нашего приюта. Мы надеемся, что ситуация, конечно, вывернется в более лучшую сторону, поскольку впереди зима, и приют столкнулся с новыми проблемами, такими как отопление помещения, будут увеличены тарифы по оплату электроэнергии, вопрос, связанный с покупкой дров. Все это дорогостоящие процедуры, поэтому мы вызываем о помощи и просим народ также откликнуться и помочь нам подготовиться к зиме. Сейчас в приюте около 400 животных. В год принимают более тысячи. Столько же отправляют в заботливые руки новых хозяев. Однако пока постояльцев сюда стараются не заселять. И все же в особо критических ситуациях руководство не может отказать в приеме. Так в субботу утром сюда привезли еще 18 щенков. Нашли информацию о том, что молодой человек нашел 18 щенков, и это где-то в районе Харинка было. То есть он не смог их пристроить никуда, он занят очень сильно. Мы как бы не остались равнодушными. Приехали, позвонили в приют «Майский день». Они нам не отказали, мы очень благодарны им за это. Мы их собрали всех и привезли сюда. Надеемся, что они найдут свою семью. Во многие приюты мы обращались. Не каждый откликается. Кто-то просит деньги. То есть на прививки, на все. Здесь нам не отказали. И быстро мы договорились. Поэтому сюда. Волонтеры майского дня принимают и агрессивных животных. Здесь находятся кавказские овчарки, стафы, собаки крупных бойцовских пород. Если путей выхода из продовольственного кризиса не отыщут, то все зубастые и клыкастые окажутся на улице. Последствия непредсказуемы. Также под угрозой программа «Доступная стерилизация». Она возможна как для домашних, так и для бездомных животных. В отличие от ветеринарных клиник, здесь услуга в разы дешевле. Многие люди пугаются после операционного ухода. Это обработка швов, смотреть за общим состоянием животного. Потому что приезжают люди и пожилые, которые не в состоянии это сделать. Поэтому мы пошли навстречу и помогаем людям с такой ситуацией, чтобы ухаживать за животным на территории нашего приюта. В небольшой бытовке стоит около десятка клеток. Для большинства мохнатых пациентов отказ руководства приюта принять животное мог стать смертельным приговором. Вот эту собачку привезли из Шуи. Она пережила ДТП и ни один приют не согласился брать травмированное животное. Здесь ей оказали первую медицинскую помощь. У щенка сломан таз. Но шансы на то, что она будет ходить, есть. Руководство надеется, что собака скоро встанет на ноги. А после обязательно окажется в добрых, надежных руках. Накопленных запасов провизии хватит на месяц. Что будет дальше, неизвестно. Руководство надеется, что администрация города наконец-то обратит внимание на проблему и найдет способ ее решить. Ведь все инициативы, которые осуществляет майский день на протяжении долгого времени, направлены на то, чтобы помочь городу. Должен и город помочь приюту в трудную минуту. Если не из сочувствия, то хотя бы в знак благодарности. Полина Понасицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново.